Строительный мусор, переполненные контейнеры, именно такой вид открывается из дома на улице Высоковольтной, 34, корпус 2. Местные жители говорят, что отходы из этого двора последний раз вывозились еще до Нового года. Такая тенденция наблюдается уже не первый год. И горожане заметили, что без их обращений в управляющие компании вывозы мусора не происходят. Пока не позвонишь, они не вывезут мусор. Это уже второй год подряд. Причем у нас мусор, как видите, его поджигает. Мы думаем, что это все-таки алкаши, это делает. Машина страдает, у одной краски там, по-моему, это немножко попортилось. Местные жители отмечают, что пожарных в этот двор приходится вызывать регулярно. Тушат огонь и сами жильцы. При этом в основном горит мусор вокруг площадки, поскольку периодически его складывать больше некуда. К тому же масло в огонь добавляет еще один факт. Известная сеть магазинов, по словам местных жителей, выбрасывает мусор здесь же. Зао Тандер, они вот коробки складывают, они их не перерабатывают, они их просто скидывают. Хотя тенденция идет в мире, тенденция идет уже и в Московской области, что вообще по России, что надо мусор как-то перерабатывать. Жильцы отмечают, что год назад из их двора отходы не вывозились больше месяца. А после этого все эти дома остались вовсе без контейнеров и мусор складировался здесь просто в большую гору. Из-за этого, кроме пожаров, здесь развелась антисанитария. Бегающие по двору крысы – обычное явление. Утром, когда еще так, они не боятся никого, ничего, я видел пять штук сразу. Большинство людей, с которыми нам удалось пообщаться, сообщили, что не знают, сколько они платят за вывоз мусора и не видят разницу в изменениях тарифов. Хотя с 1 ноября прошлого года они подорожали в результате мусорной реформы. Деньги должны пойти на переработку мусора. Однако мощностей мусороперерабатывающих заводов не хватает и отходы также вывозятся на свалку. Или не вывозятся вовсе, как здесь. Летом тех сервисов, как вывозил, они сюда приходили. А вот сейчас вот почему-то нет. После Нового года никого не было, никто не вывозил. Ну так периодически есть, а летом, конечно, здесь жесть. Здесь боль стоит ужасная. По мнению местных жителей, залежавшиеся отходы являются постоянной проблемой всех операторов по вывозу мусора. И этот двор – один из многих в Рязани, где люди страдают годами. У нас такая же история. Я жила буквально через несколько домов здесь. И то же самое во дворе, такое же безобразие. Мусорная проблема годами не дает спокойно жить многим рязанцам. Пока что они не успели заметить каких-либо изменений даже после мусорной реформы. Остается надеяться, что с началом рабочей недели заработает и новый оператор по вывозу мусора. И освободит рязанцев от неприятных ощущений при выходе во двор. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».